Все добровольные страховые износы в ПСС оплачивает только застрахованное лицо, либо его работодатель. Так как по отношению к своему ребенку родители не являются работодателями, либо тогда оплачивают, но, соответственно, либо он оплачивает сам, работая, либо оплачивают его работодателем. Вы, как родители, можете вносить добровольные страховые износы только за себя. Волнует вопрос по номинальным счетам. В регионах у нас у родителей есть только два варианта. Выбор получения пенсии своего кровного ребенка через почту или номинальный счет. В Москве родители отстояли свое право получать пенсию на карточке на собственные ПФР. Ссылается на статьи Семейного кодекса, как доказать, что правильно получать деньги на карточке на свои имя. На самом деле, это не так просто. ПФР ссылается не на статьи Семейного кодекса, а ссылается на очень извращенное трактование статей Гражданского кодекса на семейные. И у них довольно, ну скажем так, запутанная вся эта версия. В Москве мы отстояли это право благодаря, собственно, нашему проекту, который этим очень плотно занимался. Мы прошли суды, мы прошли очень много общения с ПФР. Например, нужно писать. Писать, если у вас есть необходимость, вы можете к нам обратиться. Но нельзя ответить на этот вопрос одной фразой. Это очень длительная, запутанная переписка. Одной фразой никак такой вопрос не решить, к сожалению. Но тем не менее, все возможно. Сейчас я еще пройдусь по вопросикам, потом продолжу прообразование. Во сколько лет мама ребенка-инвалиды может уйти на пенсию, имея стаж 20 лет или папа ребенка-инвалида? Ну, мамы с папой вообще могут уйти в разное время. Мама в 50 лет, папа в 55 лет. Только они могут уйти не одновременно, а кто-то один по очереди. При этом они должны еще воспитываться в ребенка-инвалид до 8 лет. То есть он не должен быть усыновлен позже этого возраста и не должен находиться на полном государственном обеспечении. Так. Заключение по МПК города Москвы действует только в Москве. В Московской области не действует? К сожалению, нет. Формально действие заключения по МПК может распространяться на любой регион. Но в связи с тем, что финансирование специальных образовательных условий в Москве и в Московской области осуществляется из разных бюджетов, требует образовательное учреждение получения заключения по МПК только своего региона. Отстоять это, в принципе, ни у кого пока не получилось, но это не бессмысленно. Проще пройти там. Если вам не проще, ну, тут ничего не могу сказать. Нужно искать ходы и нужно, конечно, каждую ситуацию рассматривать отдельно. Если ребенок с программой 8.2 будет посещать уроки с типичными сверстниками в первом классе, с первым классом, в четвертом, с четвертым, а дальше? А дальше с пятым. Собственно, что поменяется, если у него программа будет 8.2 и дальше, ему же ничего не мешало учиться, собственно говоря, с сверстниками. Если он перейдет с ним в другой класс, это совсем не значит, что у него изменится программа. Если вы имеете в виду пролонгированное обучение не с четырехлетнее, а пятилетнее, то вопрос, конечно, остается, каким образом он вообще попал в этот класс. Если ему эту программу продлят, то есть ему пролонгируют дальше эту программу. Я думаю, что он просто не попал бы в один класс с учениками, в которые учатся по другой программе. Либо он эту программу адаптирует уже под свой собственный класс. Вообще, обычно набирает в класс, конечно, с теми, со сверстниками, у которых одинаковая программа. То есть, если у вашего ребенка программа 8.2, то весь класс учится по 8.2. Если у вашего ребенка программа 8.3, то все, собственно говоря, и учатся по 8.3. Потому что учителю очень сложно разорваться и в одном и том же коллективе преподавать разные варианты одной программы. Это сложно, это сложно для учителя, это сложно для учеников, это сложно адаптировать задания. Но это все сложно. Поэтому набирает, как правило, 8.2. Образование детей с инвалидностью после 9 класса. Может ли учебное заведение отказать в поступлении от стата обычной общей программы? На каком основании? А какое учебное заведение может отказать в поступлении? Если вы имеете в виду профессиональное образование, среднее профессиональное образование, то у каждого образовательного учреждения имеются собственные критерии для поступления. Поэтому говорить о том, у кого-то конкурс аттестатов, у кого-то, может быть, внутренний конкурс. Все это индивидуально и каких-то общих требований к образовательному учреждению здесь нет. Но если мы говорим о профессиональном образовании, то, безусловно, каждое учреждение определяет свой круг требований для поступления. И отказать, конечно, может, если ученик не соответствует этим требованиям. На каком основании? На том, что он на таком основании, что он не соответствует. Например, если после 9-го ребенок хочет пойти в колледж полиции, но при этом есть инвалидность, понятно, что его туда не возьмут, он не поступит. Потому что есть определенные требования по здоровью, и если ребенок не соответствует этим требованиям, конечно же, ему будет отказ. Есть ли для таких детей квоты или они идут в общем потоке? Точно так же это требования, это требования внутреннего учреждения. Кто-то может устанавливать квоты, кто-то нет. Квоты для поступления есть только в высшие учебные заведения. При получении среднего профессионального образования, либо после 11-го класса, либо после 9-го, квот для поступления федеральных нет. Должно ли учебное заведение создать ребенку доступную среду и необходимые условия обучения, например, индивидуальный учебный план? Если мы говорим о 9-м классе, то это определяется заключением ПМПК до 18-летнего возраста. Если у ребенка есть заключение ПМПК, ему требуют создания специальных условий обучения образования, в том числе и доступная среда, и индивидуальный учебный план, то, соответственно, учебное заведение обязано создать эти условия. Учебное заведение получает поддержку от государства, если берется обучать таких детей. На создание специальных условий – да, получает действительно. Влияет ли итоговый экзамен УГЭЛ или упрощенный экзамен для детей с инвалидностью на аттестат в 9-м классе на поступление в среднее профессиональное заведение? Все зависит от заведения, поэтому лучше определиться заранее с тем, что вы хотите получить, на какое образовательное учреждение вы хотите в дальнейшем продолжить образование своего ребенка, и нужно ознакомиться заранее с требованиями, ознакомиться заранее с условиями поступления и с какими-то конкурсными процедурами, если таковые имеются. Так, я вижу, у нас опять отключается связь. Включилась. Все включилось? Все меня слышно? Вижу, опять отключается. Слышно все. Продолжаем. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание, сейчас в каждом образовательном учреждении есть свой собственный сайт, вы можете туда зайти, вопрос поступления вы можете задать в чатах этого образовательного учреждения, там все это работает прекрасно, там есть перечень вопросов типичных, которые задаются, и вы можете точно так же везде посмотреть. Потом у нас есть такой сайт, называется учеба.ру, там можно пройти в упрощенном варианте профориентирование, вы можете по выбранной профессии ознакомиться со всеми учреждениями, которые работают, там же можно посмотреть и условия поступления, только обязательно перед поступлением перепроверяйте эту информацию, потому что она не всегда актуализируется достаточно быстро и вовремя. То есть как вы можете руководствовать информацией, которая там на текущий момент еще действует, но уже к моменту поступления она может устареть, и вы можете, что называется, прилететь. Но тем не менее, все это работает, и посидите там подольше, узнавайте больше, и вам будет проще уже в дальнейшем определяться. Вы, кстати, можете на сайтах этих образовательных учреждений задать вопросы о льготных поступлениях для детей инвалидов по определенным специальностям, потому что может поступление быть только по каким-то отдельным специальностям, квотное, а может быть и на любую специальность. Интересует вопрос практического отсутствия дистанционного высшего образования с использованием телекоммуникационного оборудования для инвалидов и инвалидов с детства. Отсутствие, я бы не сказала, что оно тотальное. Вы можете посмотреть на сайте МКПУ, например, на сайте МПГУ, ММГПУ, кажется, городской педагогический университет. Вы можете просто забить, вы можете просто забить поиск дистанционного образования для инвалидов, и сейчас очень многие, я знаю, что и в РГСУ есть какой-то факультет, тоже с дистантом факультетов сейчас много, гораздо больше, чем было, например, 5 лет назад. Другое дело, что не каждый факультет отвечает вашим требованиям, какие-то факультеты предоставляют дистанционное обучение, какие-то нет. Нужно все это обязательно выяснять. Ну, опять же, повторюсь, сайт учебы.ру вам в помощь, вы можете прям забить дистанционное получение высшего образования и эту информацию для себя найти. Ну и, конечно, МГППУ, наш ключевой ВУЗ, который предоставляет варианты получения высшего образования в функциональном дистанционном обучении. Если вас это устраивает, пожалуйста, Поехали дальше. Ребенок с раз учится во втором классе ресурсная группа. Программа 8.3 рассчитана на 6 лет обучения. Учего волнует вопрос, что будет после 6 лет обучения. Будет 7 год. Ну, что будет? То же самое и будет. Будет дальше получить образование. Программа не рассчитана на 6 лет. Программа. Ребенок учится до тех пор, пока он не усвоит программу. Если он ее усвоит 25, значит, он ее усвоит 25. Если он ее усвоит 20, значит, он ее усвоит 20. Если он ее усвоит, то в 15, ну, конечно, вряд ли возможно, как вы понимаете. Но, как только он ее усвоит, тогда он свое обучение может закончить. А может, и не закончить. Поехали дальше. Меня интересует тема получения основного общего образования после школы 8 вида ребенка с умственной отсталостью. Во-первых, у нас сейчас нет школы 8 вида. Во-вторых, ребенок с умственной отсталостью, который учится по программе школы 8 вида, ни о каком общем образовании не может идти речь вообще. Потому что это, скорее всего, вообще СИПР. Это социальный, индивидуальный план развития. Это не цензовое образование. Исходя из того, что как задан вопрос, я могу сделать выводы о том, что там не может ни о каком основном общем образовании речь вообще в принципе идти. Но, тем не менее, по окончании школы, после усвоения программы, у нас есть достаточно вариантов получения дальнейшего образования. Есть колледжи, которые берут таких детей, и их очень много. Сейчас вы можете зайти на сайт департамента образования города Москвы. Вы можете зайти, по-моему, еще на сайте есть департаменты социальной защиты населения, потому что многие такие образовательные учреждения, они имеют двойную подведомственность. Это подведомственность как департамента социальной защиты населения, так и департамента образования города Москвы. И очень много таких, на самом деле, образовательных учреждений. Это очень сильно развивается сейчас, направление очень популярно. И есть и учреждения интернатного типа, например, Валтуфио у нас, и другие, ну, действительно много, и колледжи, и школы. Поэтому не вижу сейчас проблемы такой вообще никак. Главное определиться с тем, какие именно варианты развития дальнейшего образования вы хотите увидеть. Будет все решаемо. В Пермском крае детям при надомном обучении запрещают получать это обучение в стенах школы, хотя законодательство это допускает. Дети вынуждены сидеть дома, лишаясь социализации. Если мы говорим о надомном получении образования, оно может быть реализовано только на дому, никак иначе. Если мы говорим о индивидуальном учебном плане, да, там может быть очно-заочная форма обучения. Но если у ребенка есть заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о том, что у него имеются показания для обучения на дому, значит, что обучаться он может только на дому. Поймите правильно, это дети, которые имеют показания для обучения на дому, дети очень тяжелые. Как правило, это дети с палеотивным статусом. Поэтому тащить такого ребенка в школу, как минимум, негуманно. Если же у вашего ребенка есть заключение ВК при отсутствии показаний обучения на дому, то это вопрос, во-первых, врачебной комиссии, которая выдала эту справку, а во-вторых, директор образовательного учреждения, который эту справку принял, прекрасно понимает, что ребенок будет обучаться на дому при отсутствии показаний для такого обучения. В этом вопрос решаться должен комплексно. В первую очередь вы должны определиться, есть ли у ребенка показания для обучения на дому. Если и этих показаний нет, значит, ребенок должен выводиться в школу очно. Вы можете написать заявление о переводе ребенка на индивидуальный учебный план, когда ребенок будет обучаться по очно-заочной форме, какие-то предметы он может получать вместе с классом, какие-то предметы он будет изучать индивидуально. Но при наличии справки обучение только на дому. Поэтому говорить о том, что законодательно такое, у ребенка есть право обучаться очно, оно есть, но если есть показания, то только на дому на обучение. Так, ну поехали дальше. Ну, собственно говоря, мои-то вопросы здесь уже закончились. Я даже не знаю, про что вам еще сейчас рассказать. Остались только пенсионные вопросы. Расскажите, что бы вам еще хотелось послушать. Ну вот, плана просто мне рассказать про вопросы медицинно-образовательных учреждениях. Тема, на самом деле, очень животрепещущая, такая же животрепещущая, как и очень грустная. Потому что никакой медицинской помощи в образовательных учреждениях у нас фактически нет. Получить медицинскую помощь в образовательном учреждении ребенок может на законных основаниях только в том случае, если его образовательное учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности. Соответственно, на основании этой лицензии образовательное учреждение может оборудовать кабинеты медицинские, привлечь сотрудников, ввести их в штат образовательного учреждения. Но, к сожалению, как показали в последнем нашем мероприятии, никто этого не делает. В Москве есть несколько школ, у которых действительно есть медицинская лицензия, но эти школы находятся не в образовании, а при совместном ведении в суд защиты и образовательных учреждениях. Школ таких очень мало, ну, скажем так, пальцев на одной руке достаточно, чтобы все школы такие в Москве пересчитать. В регионах ситуация еще более плачевная. Там в лучшем случае есть одна медицинская лицензия, которая иногда приходит, иногда не приходит. И, как показали наши последние исследования и общение с медиками из школ и регионов, они считают, что они вообще не должны следить за состоянием здоровья учеников и школ. Они занимаются только диспансеризацией, какими-нибудь еще обследованиями, в общем, всем чем угодно, кроме медицинской помощи. Поэтому на данный момент все оказание медицинской помощи в руках родителей. Если директор соблаговолит, пропустить маму вовремя, чтобы она ребенку эту помощь оказала, например, вовремя дала таблетку, вовремя колол инсулин, посчитала хлебные единицы, провела катаризацию, все остальное, все, что ему нужно этому ребенку, инъекции, ингаляции, если такая необходимость есть. Вот если это мама сделает, и если директор пустит в школу, чтобы она это сделала, вовремя пустит, и если она закроет глаза, что это нарушение требования безопасности, то это сделает мама. Если мама это не сделает, то медик в школе это не сделает, к сожалению, тоже. Причем есть некоторые медицинские вмешательства и манипуляции, которые может делать не медсестра, а только врач. Врачей мы вообще в наших медицинских, в образовательных учреждениях не видели уже много-много-много лет. Врач приходит только тогда, когда нужно срочно вакцинировать всю школу. Если не нужно, или инвестировочный врач не приходит, приходит медсестра. Вы, ну, приковы реалии сегодняшней жизни. Мы с этим боремся очень давно, но, как сказал Владимир Владимирович, и Скворцова это подтвердила, медицинская реформа в регионах провалилась. Мы вместе с ней провалились туда же, в эту чертную дыру, куда провалилась медицина после реформы. Ну, что вам рассказать еще про школьное образование? Давайте я вам расскажу про тьютер и ассистент. Тьютер и ассистент относятся к требованиям специальных условий получения образования для детей с инвалидностью, детей с ОВЗ. Дети с ОВЗ, напомню, это дети, имеющие заключение в психолог и медико-педагогической комиссии, в котором им рекомендованы специальные условия получения образования, в том числе помощь тьютера или ассистента. Если у вас нет заключения и нет инвалидности, либо у вас есть заключение, но нет спецусловий, то ребенок не может относиться к категории детей с ОВЗ. Чем отличать тьютер от ассистента? Ассистент – это человек, который оказывает ребенку техническую помощь. Таким детям обычно он может быть рекомендуем. Это дети, передвигающиеся на коляске, либо с помощью подручных средств, например, опор. Это дети слепые, слабовидящие, дети с нарушением крупной моторики верхних конечностей, как правило. Это дети, которым необходима техническая помощь. То есть, если ребенок, например, передвигается на коляске, понятно, что его нужно куда-то довезти, куда-то привезти. Если дети слепые, слабовидящие, то это точно так же помощь в передвижении, помощь в навыках опрятности. Например, ребенок после столового, он же не видит, что он где-то испачкался, ему нужно помочь привести себя в порядок, в колбубке подтянули, помочь ему одеться, помочь ему раздеться. Вот это ассистент. Если мы говорим о тьюторе, то тьютор — это педагог. Это педагог, являющийся высшее педагогическое образование, либо дефектологическое, имеющий определенный опыт работы и определенные навыки. Он является своеобразным коммуникатором между учителем и учеником, между классом и учеником. Он помогает этому ученику интегрироваться в класс, влиться в образовательный процесс, он помогает ему адаптировать материалы учебные для себя, он помогает ему, скажем так, понять, что, собственно, от него хотят. Он также помогает ему интегрироваться в класс, помогает ему подружиться с учениками. Чаще всего это дети с поведенческими нарушениями, с расстройством аутистического спектра, это дети с умственной отсталостью, повторюсь, дети, которым на период адаптации такой человек нужен. Тьюторское сопровождение может быть указано как индивидуальное, так и общее. Если это индивидуальное тьюторское сопровождение, то тьютор сидит рядом с ребенком фактически один на один. Если мы говорим о комплексе тьюторского сопровождения, то это один тьютор от одного до шести детей. Он адаптирует точно так же материалы, он консультирует педагога, таким образом, в какой форме преподавать, как снимать сенсорную нагрузку, например, если видно, что у детей перегрузка, он точно так же на период адаптации сопровождает этих детей. Раньше по МПК выдавалось заключение о необходимости индивидуального тьюторского сопровождения, но когда стало понятно масштаб бедства, что тьюторов у нас очень мало, а детей, которым тьютор необходим, очень много, это все постарались растянуть во времени и пространстве, насколько это получилось. Если ребенку рекомендовано общее тьюторское сопровождение, это совсем не значит, что он может получить его индивидуально. Решением педагогического консилиума образовательного учреждения заключение по МПК может быть изменено, вынесено новое решение о предоставлении тьютора в индивидуальном случае. Такое возможно, когда понятно, что общее тьюторское сопровождение на этого ребенка никак не влияет. То есть у него период адаптации значительно затягивается, никаких шагов для того, чтобы он был более адаптирован, чем на сегодняшний день, никто сделать не сможет. И, в общем-то, не вливается, что называется, в коллектив, и на то, что это жило, тогда может быть определено индивидуальное тьюторское сопровождение, повторюсь, заключение внутреннего консилиума образовательного учреждения. Это возможно, даже если в заключении по МПК написано общее тьюторское сопровождение. Точно так же с заключением внутреннего консилиума период адаптации может быть продлен, то есть не на 6 месяцев, как обычно это делается, а до того момента, пока необходимость тьюторей не отпадет. Бывает так, что это длится годами. Такие случаи есть, и дети таких тоже есть. Также, даже если у вас нет заключения по МПК о нуждаемости тьюторе или в ассистенте, с заключением внутреннего консилиума образовательного учреждения ребенку они тоже будут быть определенными. или продлен период нуждаемости ребенка в этих специалистах. Но очень охотно, конечно, видно это образовательное учреждение, потому что это дополнительные деньги. Для школы это дополнительные ресурсы, которые нужно откуда-то взять и кому-то передать. Но законодательно такая возможность предусмотрена. Поэтому... Так, что бы мы с вами... Дальше тоже. Ну, про номинальные счета могу вам рассказать. Даже не знаю, что вам рассказать. Но на самом деле это не очень актуальна сейчас тема, потому что мы уже пошли от всего этого. Какое-то время назад, несколько лет назад нас в пенсионный фонд требовал открывать номинальные счета для родителей, детей и малюбов. Это не очень актуально на сегодняшний день, потому что мы смогли добиться того, чтобы ПФР отказался от этих требований. Это очень неудобно для родителей, потому что номинальный счет не отражается в онлайн-системе банка. Деньги с номинальными счетами можно снять только в том отделении банка. Многие... Где счет открывался? Многие требуют в регионах отделения банков, например, разрешения органфопеки для снятия этих денег. Ну и вообще трактовка законодательства весьма неоднозначная. Трактуют это законодательство кто во что угоразит. Поэтому не хотела бы останавливаться на этом подробнее. Если вопросы будут, я, конечно, отвечу, но это очень запутанная история, которую не расскажешь мне на коленке. И вот так вот в двух-трех словах это действительно была проделана колоссальная работа, которая длилась больше года, и мы очень активно в этом участвовали, не смогли это обвить. Но работа, поверьте, была проделана очень сложная, очень большая. Это не формат нашего ЮНР, к сожалению. Еще раз призываю всех задавать вопросы в чате, потому что связь у нас, в общем-то, не фонтан. Мы все вопросы, которые мы должны были здесь обсудить, мы, в общем-то, обсудили все, которые мне касаются пенсии. В общем, все, что могли. Давайте, у нас есть минута для того, чтобы вы смогли задать вопросы в чате. И если меня достаточно слышно, хорошо, я могла бы, наверное, рассказать о пенсионных вопросах. Что-нибудь скидните, как меня слышно. Я слышу. Скидываю. Хорошо. Я переключилась на МТС. Может быть, теперь будет получше. Да. Значит, что касается пенсионных прав, период ухода за ребенком-инвалидом включается в страховой стаж родителей для назначения страховой пенсии. И одному из родителей-инвалидов с детства при определенных условиях назначается досрочная пенсия по старости. Пенсионное правительство не предусматривает назначение пенсии родителям в связи с тем, что их ребенку просто подходит статус, как он инвалид. Но период ухода за таким ребенком включается в страховой стаж одного из родителей, отца или матери, в целях назначения страховой пенсии. Если до этого этот родитель работал, если, например, в семье два ребенка-инвалида, то досрочную пенсию могут получить опыт родителей. Если один из родителей вначале оформил пенсию по данному основанию, а затем оформил другую пенсию, например, просто обычную пенсию по старости, то правом досрочно выйти на пенсию наделяется второй родитель. Но только в том случае, если первый стал получать другой вид пенсии. Если семья полной жизни воспитывается два и более ребенка-инвалида, таким правом наделяются оба родителя. Если ребенок воспитывается в неполной семье, то воспитывается год и может тот родитель, который его воспитывает. Например, мать-одиночка, одинокий отец или опекун. И здесь не важно, речь идет о биологических родителях или усыновителях. Также уход на пенсию родителя, воспитавшего ребенка-инвалида, возможен, даже если последний уже умер на момент обращения. И в этой ситуации родитель или опекун может выйти на пенсию досрочно, но только при некоторых основаниях. Когда подтверждена справка о прохождении МСЭМ, и размер трудового стажа до получения досрочной пенсии 20 лет для мужчины, не менее 15 лет для женщины. Если женщине уже исполнилось 50 лет, а мужчине 55 лет. Например, инвалидность была установлена человеку в 21 год, но со статусом инвалид с детства. То есть причины заболевания, приведущей к инвалидности, должно быть установлено, что оно возникло до 18 лет. И тогда право на досрочную пенсию будет. Также имеется основание, когда ребенок был инвалидом временно, например, в возрасте с 3 до 4 лет. Для опекунов расчет возраста для выхода на пенсию будет много на других условиях. Пенсионный возраст уменьшается на 1 год за 1,5 года опеки. Тут есть, в интернете можете найти такие таблички, в которых указано, в каком возрасте мужчина и женщина опекуны могут получить досрочную пенсию, если они воспитывали ребенка инвалида. Так, что еще важно? Значит, хочется сказать о терминах. Ребенок инвалид — это когда в детском возрасте в реальном времени устанавливается инвалидность, временно или постоянно. И инвалид с детства. Эта инвалидность устанавливается после 18-летия, но по причинам заболеваний, возникшим в детстве до 18 лет. Чтобы подтвердить осуществление ухода за ребенком инвалидом, на протяжении 8 лет необходимо предоставить Пенсионный фонд следующие документы. Выписку из акта о свидетельствовании МСЭА, подтверждающий статус инвалидности ребенка, свидетельство о рождении, паспорт ребенка, выписку из домовой книги, справку о составе семьи, подтверждающий факт совместного проживания с ребенком на протяжении 8 лет и более. Решение о том, осуществлялся ли уход или нет, принимается районной комиссией по назначению пенсии. Кроме того, представители органов соцзащиты для этого нередко наносят визиты, например, соседям семьи, в которой воспитывается ребенок инвалид. Рекомендуется обращаться за досрочной пенсии женщинам за 10 дней до исполнения 50 лет, а мужчинам за 10 дней, соответственно, до наступления 55-летнего возраста. И, ну, оптимально это, конечно, за полгода, потому что часто приходится доказывать, приносить в подтверждение каких-то своих оснований документы, и эти документы иногда добываются с большим трудом. И для этого нужно время. Возможно, даже придется подтверждать периоды работы во времена СССР, что может вызывать определенные трудности. Какие документы вам нужны будут для того, чтобы уже непосредственно оформлять пенсию, вам расскажут в пенсионном фонде. Какой размер... Значит, что будет... Вот у нас тоже был вопрос, когда мы готовились к этому вебинару. Так, сейчас я прямо его озвучу, как он у нас... Если маме с ребенком-инвалидом не хватает стажа для выхода на пенсию, то как и где можно приобрести количество баллов? Ну, как я уже говорила, что для исчисления страховой пенсии коэффициент за каждый год ухода за ребенком-инвалидом составляет 1,8. Пенсионные баллы это учитывайте. При назначении пенсии может быть здесь. Каким образом может увеличиться вот это вот страховой стаж и страховые баллы? Эта стажа пенсии, она, ну, минимальная и... конечно, было бы лучше, если бы все-таки вы набрали определенное количество баллов для того, чтобы оформить досрочную пенсию. Но нужно просто запомнить, что несмотря на изменения в пенсионном законодательстве и увеличение пенсионного возраста, родители, воспитывающие детей инвалидов, имеют право на досрочную пенсию. Мы с вами в эфире уже час. Мы, в общем-то, когда готовили наш вебинар, спросили наших клиентов, на какие вопросы нужно ответить, мы ответили здесь на все. Если вдруг у вас остались вопросы, которые вы там стесняетесь задать, или, может быть, вопросы, которые требуют изучения каких-то документов, вы можете обратиться к нам в проект через Facebook, либо через сайт пространства общения, и мы ответим на все ваши вопросы. Если сейчас... Давайте подождем, если вопросов никаких не возникло, тогда, наверное, мы будем завершать наш разговор сегодняшний. Мне очень жаль, что все-таки пришло достаточно мало людей, потому что очень многие высказывали свои свои просьбы проводить как можно чаще семена... Вот такие вебинары, ответы на вопросы, но мы видим, что такая форма общения с нашими заявителями, она, видимо, не очень... Ну, скажем, она... Непопулярна. Непопулярна, и, наверное, неэффективна. Но, с другой стороны, я думаю, что запись вебинара будет смотреть гораздо больше людей по нашей практике. надеюсь, что нужно. Спасибо большое за участие, и вы уже какие-то... Вот. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо. Спасибо.